Дорогие сына и святого Духа, сейчас, дорогие братья и сестры, в связи с грозными событиями, с войной, за само существование нашей Родины, мы споем молебен. Молебен к кресту, пречистой Богородице, самому Господу Иисусу Христу на кресте распятого и воскресшего, архистротеку Божию Михаилу, царю-мученику Николаю II и всем царственным мученикам и новомученикам России, победоносцу и великомученику Георгию. Сегодня мы слышим, иже хочет по мне идти, да отвержится себе, возьмет крест твой, иже попостыдится, меняет не моих словец, вроде всем прелюбодейным и грешным, того сын человеческий постыдится, и когда приидет во славе своей с ангелами небесными. Иже хочет по мне идти, да отвергнется себе, и возьмет крест свой, и по мне едет. Этот крест, который мы должны взять, крест свой, это крест среди вот этого рода, меняющегося в своих мнениях, перетекающего, непостоянного, непостоянного, который в нас сами по нашей греховности, слабости и по влиянию на нас мира и дьявола, также действует переменчивостью, непостоянством, что у нас, увы и увы, семь пятниц на неделе. И когда мы отвергаем эту переменчивость, угодливость земным понятием, земным слухом, земным мнением, чтобы не конфликтовать уж слишком сильно со всеми сразу, и себя таким образом прибиваем, как бы гвоздями. Ко кресту невидимому, ко кресту верности Слову Божию, заповедимому. Это и есть земше кредство, и последовать до Господа. Иначе, если мы меняемся, переменчиво, сегодня мы поддерживаем спецоперацию, а вчера, например, а сегодня мы говорим, ну это уж слишком. Это так, ничего не останется от нас. И вчера мы думали, что было у нас некое шапка закидательства, что мы спокойно туда обойдем, и все по струнке встанут. А сегодня мы видим, что наша армия, увы и увы, оказалась, не зря прошли эти 30 лет после перестройки, совсем страшно сказать, не будет способна, или почти не будет способна. И мало этого, какой, с позволения сказать, раздрай царит в ума, начинают сразу обвинять генералов во всеуслышание, орать. Это говорит о том, что мы живем вне христианского общества. Христиане так не поступают. Христиане не меняют своих понятий, принципов и преданности Господу Богу, если мы поддержали по основательным и нравственным братьям и сестрам мотивам, потому что надо защищать слабых от террора на Донбассе. Беззащитных надо защищать. Это заповедь Божия любви к ближним. Лучше поздно, чем никогда. пока они еще живы, их надо защитить. И в этом причина была войны. Но, не зная Броду, полезли в воду. Тем не менее, правильно полезли. И придется воевать, чем бы это не закончилось для нас. Это война справедливая. Если она закончится, не дай Бог, упаси от этого Бога, не победой России, то от этого она не перестанет быть справедливой и правильной, даже если мы потерпим поражение. Отчего избавим Бога. брак оказался гораздо сильнее и страшнее. А президент такой же человек, как и мы. Он не сверхчеловек, и слава Богу, он хотел малой крови, он жалеет, между прочим, живущих на Украине, бывших русских или еще сохранивших русский язык и остатки русской культуры. Он не хочет их повергать в холод, в голод, уничтожая, как американцы уничтожали в Сербии в 99-м году, электростанции, мосты. не хочет, а может быть и придется умудри его к Богу. Если невозможно, победить иначе и сокрушить это антихристианское и антирусское государство. И вот, дорогие братья и сестры, посмотрите, и апостол сегодня говорит, если я сам разоряю то, что созидаю, то я преступник. Бойтесь вот этого, дети мои, больше всего на свете, вот этой переменчивости. Отрекаться от того, под чем подписался. Если я разоряю то, что созидаю, или сам созидал, то сам себя делаю преступником. Вот этого надо бояться. Стать преступником, потом не отмоешься, потом не простишь себе никогда, что проявил вот такую слабость. это Господь испытывает. Господь искушает нас грешных. Вернее, мы сами искушаемся. Господь попускает этому искушению такому же, как и Господь сам искушался. Бросься вниз, или вся сия дам тебе, или да будут камни сия хлеба, чтобы все было легко. А если нет, то мы готовы, увы, увы, враг отбивают на это, сделать сами себя преступником, отречься от того, под чем подписались. Лишь бы все было уютно и тепло. И по-прежнему комфортно. Но нет, прежнего уже не будет. И это самое тяжелое, на что надо решиться. Вернее сказать, мы остаемся прежними. Если мы грестияне, это как, знаете ли, в океане есть животное, дельфины, скажем, киты, теплокровные. У них постоянная температура в организме. А есть моллюски, рептилии и прочее, у которых температура и рыбы тоже самое. у них ведь есть тоже кровь. Но она меняется с изменением температуры среды. И вот христиане, это теплокровные. Ну, духовные, если говорить. Они не меняются. У них постоянная температура крови. Сами знают. Так устроен человек. И вот мы не можем и не должны меняться вместе со средой. мимикрировать. А это и есть крест. Это и есть крест. это касается множества ситуаций, множества испытаний. начинает от того, что жену юности разлюбил человек под старость и как будто уже не давал слова или мужу юности своей. переменчив человека. Но человек ли это в таком случае? Нельзя жить по принципу. Это было давно и неправда. Нет. За каждое слово ответ даст человек на том свете. за каждую мысль. И мы должны это знать уже сейчас. И поэтому, чтобы выстоять в этом слове данным нам как невесту жениху, как жених невесты, он должен быть. А невеста уже жена 40-летняя или 50-летняя. Дальше не буду продолжать. или муж был красивый и сильный и умный, а стал алкоголиком и несчастным. Это ничего не меняет. Так и здесь мы понадеялись на высокоточное оружие, высокотехнологичную армию, на страх перед российскими вооруженными силами. А не надо было надеяться на плоть и кровь. Господь разорил это все, и мы видим, что все далеко не так. Напротив у врага как раз высокоточное оружие. но это ничего не меняет. Если мы люди и на нас крест, мы христиане, то есть не просто люди, а подлинные люди, настоящие люди, значит остается взять крест свой. И вземши крест последовать за гостем. И как разбойник на кресте молить, помяни меня, Господи, во царство это. А Господь уже знает, как поминуть. И вот если мы восходим, братья и сестры, на этот крест неизменность, и перестаем обращать внимание на эти крики, и даже может быть перестаем интернет смотреть вообще. Хватит. Будь что будет. Но тогда легче легкого молиться. И мы тогда можем не просто молиться, а взмолиться, как еще не молиться. Но для этого нужно иметь чистую совесть. С праздником, дорогие братья и сестры. Аминь. 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 Аминь.